здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте а сегодня я отвечу на два сразу вопроса один от светланы и второй от оксаны наличку пришедшие я их объединила два в одном приготовьте кофе или чай у меня чай очень вкусный имбирь и лимончик внизу я сделаю ссылочку как я делаю с медом имбирь и лимон добавляю всегда ложечку наливаю в свою чашечку размешиваю и пью это прекрасное средство антивирус замечательное для того чтобы держать себя в форме но для это физическая для того чтобы держать себя в форме духовной для этого а без духовного не будет физического никогда это уж я вам точно могу гарантировать для этого нужно иметь слово божье у меня слово божье библия всегда есть сейчас на другой комнатке но я вот из сумочки своим 2000 новый завет потому что я всегда с собой вожу в сумочке новый завет для того чтобы знаете когда вы берете водичку и пьете просто воду холодно постоянно с собой возите водичку для того чтобы не наступало обезвоживание организма точно так же вы поступаете и тут для того чтобы ваше обезвоживание духовное не наступало нужно с собой иметь слово божье это можно и загрузить в телефон это можно и просто я люблю и так читать потому что я люблю подчеркивать изучать записывать мне специальные тетрадки тетрадь для молитвы тетрадь для изучения именно библии по все там и причем уже несколько тетрадь поэтому и вам тоже советую когда вы изучаете когда вы тянетесь к богу то он вам конечно же отвечает отвечает своей благодать и вот я решила два вопроса ваших про молитву и про общение с богом объединить в одном и ответить мне очень нравится в этом плане псалмы самый давида вот моё общение вы спрашиваете как правильно молиться возьмите псалом 22 так ваши нужно написаны прочитать очень хорошо господь бог слышал давида а ведь он воспевал псалмами там есть и хвала богу в радости там есть и прошение у бога там есть и преклонение пред богом там есть разного вида молитвы псалмы откройте прямо посередине библии если вы откроете не новый завет новый завет это в конце часть а библии посередине псалмы давида ну или как его еще называют дауд и пожалуйста ими работайте у мусульман это дауд у христиан это давид и это прекрасное общение с богом кроме того я очень люблю те места где иисус молился и как он молился у меня это выписано все даже самая такая простая молитва отче наш вот этой молитве это молитва взывание взывание к богу и также прошение но не забывайте должна быть хвала прославление божье хвала и вот вы хвалите бога прославляете его потом это знаете как вот трехслойный такой вот трехслойный я же говорила так как бутерброд или на трехслойный или как я не знаю может быть скажем тортик трехслойный хвала восхваление прошение чтобы услышал тебя господь потом открывайте свое сердце при ким рассказываете ему а потом благодарите даже если вы еще не видите что уже получили благодарите за то что он слышит вас благодарите его за все за то что вы дышите на то что у вас есть светлое небо над головой за то что солнце сегодня встало у вас есть еще возможность покаяться успеть сегодняшний день еще вам да и попасть туда куда нужно попасть они знаете враг это лыжец и обманщик вы знаете кого я врага называю думаю что вы знаете он лыжец и обманщик и он всячески пытается посмеяться над верующими людьми придумать такую вещь как атеизм коммунизм и социализм и фашизм и и всяческие прочие измы есть всякие такие способы чтобы задеть меня ну вот как допустим письмо было которое написано про общение с богом типа что я не себе или как или что дорогие мои возможно возможно для мира я не в себе и посмотрите сколько у меня не в себе у которой столько подписчиков это тоже не в себе но на самом деле это люди их капля более ста тысяч но это капля по сравнению с миллионами я вижу что миллионные подписки имеют люди которые матом чаще говорят у них миллионные подписки я же вам говорю что враг он лыжец матершинник и многое 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 еще чего я не хочу говорить таким образом он уводит людей поэтому вот допустим идет поток этот поток идет в адище и только вот из этих миллиардов людей там сто тысяч где-то еще набралось двадцать тысяч где-то еще пятерочка где-то еще вот они идут туда и слава богу слава богу но моя цель как можно больше людей убедить в том чтобы не прозябать свою жизнь мне трудно представить большую честь чем право говорить с богом и слышать его и я убеждена что молитва это величайшая привилегия данный человек это не вынужденная необходимость а дарованная нам возможность понимаете и эту возможность нельзя упускать молитва это один из способов нашего сотрудничества с богом этот способ он помогает осуществить его цели божьи цели по отношению к нам и намерение отношению в нашей жизни к нашей жизни к жизни нашим близким к жизни нашим родным к семье к интернет семье ко всеми ко всем кто соприкасается с нами кто нажал вот эту кнопочку подписаться все над теми идет молитва постоянно причем каждый день когда я прошу девочки давайте помолимся за кого-то или еще что-то обращать внимание или когда другие девчонки просят девочки помолитесь за того помолитесь за это делайте это вам ведь не жалко ну что с вас разве будет если вы скажете господи помоги вот этому человеку по его нуждам воздай ему это же не сложно но оно идет оно идет вот вы понимаете вам вернется потом но в тысячу раз больше вы не знаете где вашем ребенке вашем внуке где вы эту благодать но вы ее увидите только замечаете только замечаете как ваша жизнь работает господь замечаете и не забывайте свидетельствовать об этом пишите вот вчера то 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 потому что нас считают сто тысяч и больше а пишет к сожалению капельки благодаря вот молитве я вам скажу мы простые смертные живущие на земле можем войти в чудесное присутствие Божье именно молитва позволяет нам это делать молитва позволяет нам делиться с Богом своими мыслями переживаниями слышать его голос узнавать о том что он для нас приготовил вы скажете а как а вы открываете Библию когда читаете и говорите вот вот он ответ вот оказывается ответ а я не знала что это вот так я думала что нужно биться головой об стенку посадить возле себя повесить икону и биться а ведь это грех не поклоняйся ничего рукотворному нельзя ни в коем случае Господь Бог один Вседержитель наш понимаете мы не можем поклоняться рисункам святых разных разных нарисованных людьми я имею ввиду мы не знаем откуда мы знаем кто для него святые а что те или иные святые делали в какое время мы не знаем понимаете я знаю таких людей которые пострадали которых убили за веру есть которые в советское время были убиты а есть которые вот недавно не так давно буквально 4 года назад для Бога святые те кого Он назначит святыми но это я так считаю понимаете но вот благодаря молитве именно все люди могут соприкоснуться понять услышать рассказать свою боль а главное что могут повернуть процесс вспять я всегда делюсь с Богом своими мыслями и своими переживаниями и все свои прошения отдаю Ему и все что у меня происходит в жизни всю свою ситуацию всегда вверяю в в руки Божьи общение с Богом это действительно величайшая привилегия которую только вообще можно себе представить но это святое и возвышенное занятие является самой простой привилегией из всех возможных это просто молитва я не думаю что говорить с Богом и слышать его голос это что-то очень сложное если вы этого хотите если вы открыты для Бога вы открываете и все знаете как-то одна женщина мне написала что я одна и у меня сын у меня проблема большая знаете у меня Библия как будто бы сама открылась в той месте где Господь говорил в Библии Агарь говорил возьми отрока своего и веди его встань возьми отрока своего за руку и веди я тут же этой женщине ответила вот я увидела такую фразу агарь встань возьми отрока своего и веди то есть значит надо как-то следить максимально за ребенком взять его прям за руку и водить его и в прямом и в переносном смысле и она это подействие она говорит вы мне сейчас такое сказали я говорю да это не я сказала это я взяла фразу из Библии которая вот тут же мне мгновенно вот я читаю и у меня эта женщина из головы не выходит и тут же идет так что поэтому я хочу повториться я не думаю что говорить с Богом и слышать его голос это что-то очень сложное попробуйте я уверена что с самого начала Бог задумывал молитвы прошения хваления он задумывал как естественный образ жизни человека как ежедневное общение с ним и оно не требует неимоверных усилий лишь немного времени с утра и на ночь перед сном потому что надо попросить за все прощение нужно проанализировать свой день и спокойно уснуть пусть молитва станет для вас подобие ну дыхание пусть будет дыхание такой непрерывной естественной и неотъемлемой частью жизни пусть будет вам водой чтобы с собой все время носили новый завет или любую книгу святого писания берите библию с собой небольшую можно загрузить в телефон у меня в телефоне тоже библия и листать но я люблю и вот такую вот вы знаете что бы ни открыли вот сейчас я открою любую фразу и скажу вам например вот у меня открылось здесь святое апостола иякова соборное послание терпение же должно иметь совершенное действие чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка и этим я сразу говорю что ко всему подходите с терпением постепенно изучайте поглощайте писание и молитесь молитесь терпение и вы все увидите сами как оно действует в вашей жизни вы знаете многие люди видят как действует Господь в их жизни как действует святой дух в их жизни и не свидетельствуют об этом а я бы хотела чтобы свидетельствовали вот недавно совершенно чудесным способом у моей приятельницы муж начал читать библию то что он начал делать это повер он ведь пастор в семье вы не представляете что он начал делать он начал читать библию и он сказал своей супруге это прекраснейшая пара он сказал я начал читать библию ты знаешь вот и он как пастор в семье его жизнь повернется на 180 градусов и будет идти только в лучшем направлении вот лучше и лучше пусть растворяются в святом писании и я за это поблагодарила Бога я поблагодарила Бога чтобы он придет как бы мне хотелось чтобы мои близкие все к сожалению мои близкие не все читают каждый день писание как бы мне хотелось чтобы мои близкие все растворялись в писании и тогда такая наша высвободится мощнейшая сила с помощью которой мы абсолютно все горы сможем передвигать если вы понимаете о чем я говорю будьте благословенны вы и ваши близкие будьте здоровы и пусть молитва станет вам самым простейшим способом общения с Богом и не забывайте что это самая большая честь и привилегия дарованная нам от Бога это общение с ней пока-пока не забывайте пока